Итак, сегодня 17 августа, а в 1948 году, 64 года назад, мать Тереза покинула обитель Лоретта и отправилась бродить по трущобам Калькутты, чтобы служить беднейшим из бедных. Была вот такая женщина, она представлена на индийской монете. Она говорила, мы не делаем ничего великого, мы делаем мало, но с великой любовью. В 1929 году албанская девушка Агнесса Горджио Баяджио после окончания в Ирландии миссионерских курсов направилась служить в Индию. В 1931 году Агнесса приняла постриг и взяла на себе имя Тереза в честь французской монахини Кармелитки Терезы из Кизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни, однако находился он вблизи калькутских трущоб. Во время поездки в приют Дарджелинга в 1946 году монахиня ощутила призыв свыше. Позже она вспоминала, я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им. Известность Терезы постепенно росла и удалось собрать немало пожертвований, на которые вскоре были открыты приют для брошенных детей, лепаразории, дом престарелых, мастерская для безработных. Проработав 10 лет в Калькутте, Тереза получила разрешение открывать миссии в других местах. Центры были открыты в Венесуэле в 1965 году, в Цейлоне в 1967, в Риме и Танзании в 1968, а также на Кубе в 1986 году. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахар Лалнеру, а два года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом. Многие критиковали позиции Терезы в отношении абортов и других методов контроля за рождаемостью. В своей Нобелевской лекции она заявила, «Я вижу величайшую угрозу миру в абортах, поскольку они представляют собой настоящую войну, убийство, осуществляемое матерью». Тереза осуждала феминизм, особенно в Индии, призывая женщин строить крепкие семьи, предоставляя мужчинам делать то, к чему они лучше приспособлены. В 2003 году мать Тереза была причислена к католической церкви к лику блаженных. Вот такой на сегодня рассказ вспомнили. Мать Терезу, про которую уже начали все помаленьку забывать. Ну и поскольку все это дело происходило в Индии, в основном, хотелось бы вспомнить сказку. Сказка называется «Вор, тигр, медведь и шакал». Жил-был богач, было у него много коров и большой-пребольшой бык. Стадо гнали пастись в лес. Тигр всегда говорил «Съесть бы мне этого быка, он такой жирный, я много дней был бы сыт». А там был еще вор, он тоже всегда говорил «Украсть бы мне этого быка, я бы продал его, получил кучу бы денег». Как-то раз тигр и вправду решил утащить быка, то же самое задумал и вор. Тигр еще днем забрался в кукурузное поле, спрятался там и стал ждать. «Пусть клюди уйдут», — говорил он сам себе. Тогда я мигом схвачу быка и утащу его в лес. А вор в темноте наткнулся на тигра и думает, бык-то сам из коровника вышел. Мне его и краситься не надо. Взял и накинул на тигра веревку, обвязал его веревкой за шею и потянул за собой. Тянет и палкой почует. Утро уже близко, он все тащит к лесу и лупит по голове со всех сил. Так что тигр совсем обомлел. Стало светать, вор глядит, матушки, да это же тигр. Разом бросил веревку и бежать без оглядки. Сам в одну сторону, тигр в другую. Ну вот, тигр, значит, увидел шакала и спрашивает, «Куда ты, дядюшка, так торопишься?» «Сам не знаю, племянничек». Нынче ночью попался в руки к головобойцу. Всю ночь напролет он из меня по голове колосматил. «А на кого он похож-то, это головобойца, дядушка? Покажи-ка мне его». «Что ты, сынок? Головобойца, я не пойду. Глянь-ка вон где-то он там. Иди сам туда». «Занятно», — сказал шакал, «пойду-ка погляжу». А вор сидел неподалеку и думал со страхом, «Ведь он меня мог сожрать, этот тигр-то. Штук не возьму, отчего он меня не сожрал?» И тут он заметил шакала. Лег плашмя одежды сверху и укрылся. Шакал вокруг него обошел и говорит сам себе, «Какой же он из себя головобойц? Хорошо бы мне на него посмотреть». И двинулся к его голове. Той порой вор незаметно обусунул руку, схватил шакала за хвост у самого корня. «Да как? Примется его крутить в воздухе?» Точно так, как сантал и узел с ракушками крутят, когда и здесь живут. Крутил, крутил, пока не устал. И швырнул прочь. Шакал ужасно перепугался. Пустился бежать. Сам весь дрожит. Перебежал к тигуру и говорит, «Дядюшка, это же не головобойец. Это хвостокрутительщик. Он меня обманул. Бегут они вместе и встречают медведей. Куда это вы? Племяннички. Так торопитесь, спрашивает медведь. Ты, дядюшка, не поверишь? Хвостокрутительщик меня за хвост так страшно крутит. А я подумал, что и помру. Ну-ка, из каких он, племяннички, спрашивает медведь? Не из тех ли, кого я немало поел на своем веку? Что ты, дядюшка? Вернувш точно нет. Такого тебе не съесть. Я-то знаю. Пойди попробуй съешь его. Пошел медведь, куда ему показали. Вор сидел на старом месте, увидел медведь и думает. Он идет прямо на меня. Вот он меня съест. Заберусь-ка я лучше на дерево. А то мне не быть живому. Полез он на дерево, а медведь лезет следом. Город страха себя не помнит. Дрожит и лезет все выше и выше. А медведь за ним. Так добрались до самой верхушки. До тонких ветвей. Вершинка погломилась. И оба шлепнулись озим. Медведь-то первый упадал. А вор на него сверху. Хлоп. Кое-как выпутался медведь и наутек. Встретил он после медведь-шакала и говорит. Ну и шутник ты, племянничек. Здорово, что ты меня обманул. Сказал, что это хвостокрутильщик. А это не хвостокрутильщик. А это сверху... Это оказался сверху хлопник. Вот такая сказка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok